Всем привет дорогие друзья и любимые подписчики с вами снова гидон и мы продолжаем проходить Чудесную игру Shenmue и это рубрика лучшие игры И на этот раз вас ждет 22 часть моего прохождения где мы продолжим нашу работу в порту и продолжим разузнавать о безумных ангелов этой довольно скрытной скрытной банде Но мы уже многое узнали, очень многое Также мы помогли Марку отбиться собственно от них и узнали историю его брата пропавшего Он думает что он погиб, но может быть не все потеряно Кто знает может быть мы его встретим Ну а сейчас нас ждет новый рабочий день и новая гонка на нашей погрузчику Как вообще, три лап çekся до конца Еслиfold silver брать, pac arbitrary, если же этот урок? Когда мы посмотримilen И мы резать Док plugיס Рекомой Рекомой Фокıldı Вы все делайте Да Да Рекомой Как всегда 1 минуты Поехали Все закончились У ELK Док dato Готово? Да! На вашем марке, почти время идти. Ну что, надеюсь, на этот раз у нас получится победить. Хотя я, конечно, не уверен. Довольно-довольно непросто это дело, погоня на погрузчике. Гонка, вернее, на погрузчике. Главное, самое опасное, это вот этот поворот. Входить в него нужно просто мастерски, иначе можно упереться в стенку. Ну и, конечно, самый опасный противник, это номер один. С остальными еще хоть как-то можно справиться, а вот номер один действительно приносит нам большие-большие неудобства. Зато музычка довольно, конечно, зажигательная у нас здесь. Только получится у меня сейчас обогнать его с помощью нашего... Да, наш шорткат весьма нам помог. Нам бы его еще вбартануть как-нибудь, и было бы вообще супер. Итак, 57-44, слушайте, это наш новый рекорд. Действительно, первый раз мы проезжаем так быстро. Очень хорошо удалось войти в этот поворот, но сейчас я начну волноваться и скорее всего врежусь. Да, да что ж со мной такое, меня как будто клинит, слушайте. Ну что ж... Да, слов нету, ребят, честно, слов нет. Я начинаю волноваться, и меня просто-просто клинит на этом повороте. Я просто забываю, какую кнопку нужно нажимать, какую отпускать, потому что здесь нужно отпустить газ и просто поворачивать. Но, боже мой, как же меня клинит-то от этого. Наверное, мне нужно... Наверное, все из-за того, что я делаю, ну, все одной рукой. Может, стоит перенастроить управление, не знаю. Действительно, не очень удобно, когда газ и управление, это все на одной руке. Ну, теперь я уже вряд ли догоню первого. Когда он вырывается вперед, его уже не догнать. И да, минута... Минута 0.1 у нас... Это весьма, конечно, прискорбный результат. Неужели опять у нас будет погрузчик номер 2? Скорее всего, именно так и будет. А всего-то нужно было мне сделать вот так. Но я это хорошо делаю только когда уже проеду. Только когда я уже второй. Когда я первый еду, у меня начинается сразу какое-то волнение, тремор. И я начинаю какие-то глупости делать совершенные. Ну, ладно. В следующий раз победим. Обязательно, обязательно победим. Обещаю, обещаю, обещаю. Обедим. Ну, а пока что мы приедем вторыми. Ну, хоть так, не третьими. Интересно, все тот же погрузчик нам дадут. Наверное, уже в коллекцию он не пойдет. Да, видите, нам совсем чуть-чуть. Чуть-чуть осталось, и мы его так и не обогнали. Показано! 55.47. Ну и результат. О, чувак, так близко, ты почти получил. Вот твоя голова. Спасибо. Ну да, уже два у нас. И так, с сегодняшнего дня мы уже получаем по 400 йен за ящик. Давайте посмотрим, какая у нас квота на сегодняшний день. И так, с сегодняшнего дня мы уже получаем по 400 йен за ящик. Давайте посмотрим, какая у нас квота на сегодня. Сейчас поглядим. Квота на сегодня. Маршрут номер 3. Квота опять 8 ящиков. Отправляемся мы отсюда и движемся прямо на склад номер 18. Ну ничего, разберемся сейчас. Давайте, как всегда, первый маршрутик проедем вместе с вами. Остальные маршруты я уже буду проезжать в невидимости. Ха-ха. Да нет, просто не буду утомлять вас лишними... Лишними разговорами, лишними поездками бессмысленными. Хотя, конечно, действительно управлять погрузчиком, ну, забавно так. Хотя, конечно, ну, действительно приедается. И так, нам нужно на склад 18. Маршрут у нас очень-очень-очень простой. Просто, просто предельно простой. И ящики мы сейчас будем ставить просто и быстро. И отправляемся за следующим. Ну а встретимся мы с вами в обед. Или когда у нас произойдет какой-нибудь интересный случай. Так, дорогие друзья, у нас обед. Пора встретиться с нашими... ...сослуживцами. С нашими коллегами. По работе. И так мы покушали. И готовы! Ну-ка, какую мы выберем? Ну что-то трио какой-то, я не знаю, посмотрите, посмотрите на его лицо, ну давайте выберем где мы вместе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 и бездомный говорил что он тренируется в одном из складов выгоняли то его конечно из склада номер 14 но он сказал что тренируется он по моему на складе номер 4 если я не ошибаюсь сейчас посмотрим где-то мы где-то мы здесь ним говорили где-то нет стоп-стоп это я уже сильно перемотал рука 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 это здесь нет что-то что-то тут немножко со страничками не так потому что немного перепутано ну ладно между тем перерыв у нас заканчивается все что нам известно что собираются они где-то возле склада номер 17 но там сейчас никого нету а наши знакомые тоже не хотят с нами ничем полезным пока что делиться ну или не знают конечно не знают куда им знать хотя горы немножко все таки сказал но нам это не очень было полезно давайте еще раз я прогуляюсь туда складу номер 17 конечно вряд ли что-то изменится но попробовать стоит может переговорим с кем-нибудь нет эти рабочие ничего нам не говорят 15 16 и как раз склад номер 17 где он а вот он вот как раз да и нам да именно так мы перевезли 5 ящиков и теперь будем перевозить остальные ну что же дорогие друзья и это был последний ящик который мы привезли и у нас конец смены посмотрим что будет после работы во время работы ничего особенного никаких эксцессов у нас не произошло если конечно не считать того что мы узнали что на зломе уезжает в канаду окей куча истер и пей thanks юмя кора сан со старым марал югерский день рейс дэл биппор аренды пти и эндр крэй тэнки кипапы гуар Да, спасибо большое. И больше мы её, скорее всего, не увидим. Надеюсь, что, надеюсь, что, конечно, увидим. Она сказала, что я приеду на каникулы. Ну, мы-то, мы-то всё знаем, как всё это заканчивается. Это всё время всегда звучит примерно так, как я буду писать тебе письма каждый день. Потом раз в неделю, раз в месяц, раз в год. Никогда. Ну, вот примерно так это и бывает. Да, ну, что нам остаётся сегодняшним днём делать? Наверное, как всегда, прогуливаться по порту в поисках неприятностей на свои синенькие джинсы. И, кстати, отличную курточку. Между прочим, с американским флагом. Небольшой такой трибют Америке, дабы, не знаю, повысить популярность игры как-то. Привлечь потенциального игрока. Давайте, давайте гулять. Что-нибудь, может быть, и встретим. Как вчера. Что-нибудь интересное. Или же нам придётся дождаться просто-напросто вечера. Я в любом случае хочу дождаться вечера. И посмотреть, опять же, что-то может произойдёт. То есть, остаётся только бегать в поиске. В поиске каких-нибудь встреч. А вот и наш старый знакомый. Из-за меня. И? Что это, юген? Ты знаешь, где Мад Ангелы hangут? Почему ты ждёшь их? Я слышу, что ты уже начинаешь себя в оборудовании. Я действительно хочу знать, где они находятся. Если ты знаешь, пожалуйста, скажи мне. Хорошо, уже. Возвращайтесь здесь в ночной. Здесь? They always gather around here at night. At night? I understand. Thank you. Don't go doing nothing reckless. You hear? It's all they are. Let's talk to Tom. Tom. Hi, Rio. I've got something to ask you. Do you know where the Mad Angels hang out? I don't know. Rio, I heard a rumor that you are going after the Mad Angels. I've got my reasons. Trust me. No, man. Do not go and get mixed up with them. If you know anything about them, please, Tom, you've got to tell me. Sorry, but I don't know, man. Really? Honey-san. Hi, y'all. Have you seen the Mad Angels around here? I saw them near the diner not long ago. You mean the Harbour Lounge? My guess is they gather around here at night. The Harbour Lounge at night? So, as you noticed, we have to show you that they are going near the cafeteria. We told him about this. We told him about this. We told him about this. Honey-san. And, yeah. Yeah. So, it is. It is. We will wait until the evening. So, we will wait until the evening. Even less. And we will meet with them. I hope. I hope. But, in reality, I would not really hope to meet them. It is only for the Ryo. Well, they will not help us. Let's talk about it. Um. Have you seen the Mad Angels around this area? I have never seen anyone like that. Me neither. I see. The Mad Angels. The Mad Angels? I don't know anything about gangs. No. It is not like that. Okay. This is not a band. Good guys. They are here. They are there. They are here. They bat bad on. Of course. Let's see here. What is here? This one is. This one is here. Oh. And here you can use them with cards. Are you game? Yeah. I am quite a great aggressive. качества. Просто невероятного. С кем же нам еще побеседовать? Даже не знаю. Может быть... А, давайте с главным охранником. Ну или не главным. Просто охранником, который привечает здесь всех, поговорим. Извините, что это? Вы видели Мадд Ангелы? Мадд Ангелы? Я никогда не видел их. Я слышал, что они сидят в доме номер 17. В ночной. Хорошо. То теперь они говорят уже много-много интересного. Посмотрите, какое огромное здание. Какой огромный склад. Прям как самолетный ангар. И главное, в него входа-то я что-то не видел на самом деле. Если только он с той стороны. Не знаю. В любом случае, нам еще 10 минут гулять. Так что давайте посмотрим. Я хочу осмотреть вот этот огромный-огромный ангар или что это. Вверху, главное, есть окна. Очень похоже на верфь, но негде же здесь кораблю зайти. В общем, совершенно. Наверное, причаливает корабль огромными кранами, из этого склада перевозится груз. Марк, вы видели каких-то из Мадд Ангелов? Нет, точно не. Хорошо. Ну, Марк вообще у нас бедняга. Побили его, еще только с ним не было. Но он держится, держится. Да, посмотрите. Здесь огромные краны наверху расположены. И они как раз захватывают грузы и вот отсюда грузят, видимо, просто на корабль, заходящий вот сюда в порт. Ну и у нас наступает вечер в порту. А это значит, что пора нам заняться делами, которые доступны только вечером. А именно отправиться туда, где нас должен ждать наш бездомный знакомый. возле кафетерия. наступает в конце наступает Это тот человек, который снижает вокруг нас, как пиво? Смотрите, что мы должны идти на это сейчас. Я хочу идти! Отлично! Одни меньше, давай, хватай мотоцикл! Точно, 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 он сходил мотоцикл, это круто! А теперь погоня! Погоня за этими говнюками! По-другому их назвать очень тяжело. Давай, давай, Рио, давай! И второй полетел, отлично! Последний остался! Давай, давай, Рио, давай, нагоняй! Нагоняй, Рио! Налево, налево! Фух! Направо! Ух, ну и мини-игра! Нужно смотреть, куда он еще поворачивает! Ну все, попался ты! Попался! Смутный движок! Ты не так плохой, пункт! Ты... Но твоя время уже! Ты желаешь! Кажется, кто-то сильно-сильно преувеличивает свои возможности. Потому что наш удар ногой с разворота остановит любого! Не нравится мне тот парень, который вдалеке стоит. Очень уж сильно он мне не нравится. И... Давай, 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 давай! Вот так! Ах ты! Да, вот он! Это он, это он, это он! А, нет! Ха! Быстро мы с ним разобрались! Ну что, один на один? Один на один? Так, это уже... Намного хуже, чем... Я думал, хотя нет. Пока что все довольно неплохо идет у нас. Надо мне посильнее качать удар ногами. Давай! Да, в свете мотоциклов сражаться это классно, действительно. На тебе. Готов. 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 Видели, подрались и победили. Погнались и догнали. Это просто прекрасно. Итак, самое важное, мы узнали, что Ланди все еще тут. Обалдеть. Мы-то думали, что все, он уже уплыл. Уплыл в Гонконг. Но он все еще здесь. И надо бы нам разузнать побольше. Я листал дневник, но так и не прочитал. Ланди все еще в порту. Узнать о сделке больше. Но как же нам узнать-то о сделке больше? Где нам разузнать о ней больше? Даже не знаю. Здесь у нас по-прежнему никого. И я думаю, на сегодня, конечно, на сегодня экшен и приключений нам достаточно. Действительно, денек выдался жаркий. Я думал, что вчерашний день был отвязным. Но сегодняшний просто супер. Просто супер. Погоня такая долгая. Особенно с этими раздвоениями пути в конце. Это... Да, это действительно не так быстро догадаешься, куда нажимать. Но чисто интуитивно ткнул и угадал. Да. Давайте, конечно, я еще немножечко сделаю кружок. Зайду к нашему бездомному. Посмотрим, что он нам скажет. Если он, конечно, что-нибудь скажет, прокомментирует. Ну, вряд ли, вряд ли, конечно. Хотя я в эту игру верю, что здесь может быть что угодно вообще совершенно. Просто настолько... Настолько проработанная игра, что можно ждать чего угодно. Особенно, как мы в начале с мотоцикла сшибли. Ох, красота. Продолжение следует... Детали не знаешь. Ну, хоть что-то ты знаешь. Без деталей. Нам уж не важно как. Ну, ладно. Ладно, действительно, ты и так очень сильно нам помог. Очень многое и без того мы узнали. Ну, а сегодня больше не у кого нам спросить совета. Поэтому отправимся мы домой. Нозоми. Привет, Рио. Вы спасли много денег для вашего путешествия? Нет, нет. Нет, нет. Ты идешь домой, да? Да. Это очень разнообразно от Ванкувера. Что это было там? Красиво. Возвращая много натур. Правильно. Ну, я еще на шифте, так... До свидания. Да, надо бы вам, ребята, хоть встретиться как-нибудь, пообщаться, я не знаю. О, усталый человек. Нет, нам с ним не о чем говорить. Он очень-очень устал. Ну, давайте отправляться в Сокуру Гаоку. Купим, как всегда, игрушечку. Посмотрим, что будет. Какая будет на этот раз. Надеюсь, не опять шарик. С шариками уже хватит. Жалко, конечно, что больше не покормить котенка, потому что Мегуми его забрала домой. Эти заботы были весьма-весьма приятными для нас. Давайте купим Виртуа Файтер. У нас уже почти 35 тысяч йен. Мы в день по 5 тысяч йен поднимаем. Вот это... Да, вот это неплохо вообще. Ну-ка, что у нас там? О, неплохо. Неплохо, весьма неплохо. Акира один. Хотя, по-моему, он у нас уже был, если я не ошибаюсь. Да нет, на сегодня хватит. Время у нас уже 15 минут 11. И мы отправляемся домой. Ну что же, дорогие друзья, Рио отправляется спать. А я с вами прощаюсь до следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Гидон, всем спасибо. И до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...